Этап учения тушения горячего судна. В его роли выступает специальная мишень. Ситуация максимально приближена к реальности. Спасатель также подходит не на расстояние в 20-25 метров, включает вот эти вот пожарные гидранты. На то, чтобы полностью сбить пламя, уходит всего несколько минут. За перемещением судов спасатели следят через систему спутникового наблюдения. Ее планируют использовать для круглосуточного мониторинга российских траулеров на промысле. Сейчас только в арктических широтах их порядка 200. Пока антенна установлена на одном из буксиров ведомства, в ближайших планах оснастить остальные семьи. Зигнал поступал на берег. Служба наблюдения за флотом, оперативный дежурный связывался с капитаном судна, давал ему точку, координату. За это время ситуация могла измениться. Сейчас в режиме практически реального времени видно вся расстановка флота. Меняется ситуация каждую минуту и на учениях. После отработки, буксировки терпича в обедствии судна новая вводная. За бортом моряк. На воду спускается моторка, посадавшего доставляют на буксир. За 35 лет, проведенных в морях, судовой медик Анатолий Галиченко стал, что называется, мастером на все руки. Может и зуб вырвать и прооперировать в условиях качки. В больнице есть больница. Он посмотрел, он дал указания. А тут все сам. И санитарка, и медсестра, и врач. Пока над условным пострадавшим колдует корабельный врач, к спуску готовятся аквалангисты. По легенде, траулер намотал на винт сеть и потерял ход. Ситуация рядовая делится опытом главный водолазный специалист отряда Игорь Борисович Кац. Без советов бывшего военного пловца, который провел под водой 9 тысяч часов и даже участвовал. В 1955 году в подъеме тогда еще флагмана Черноморского флота линкора Новороссийск до сих пор не проходит ни одно погружение. В водолазных специалистов сейчас очень редко встретишься с таким опытом, как у меня. Ну, если меня держат, значит, считаешь, что я нужен. В федеральном агентстве по росруболовству учения «Северный ветер» оценили на хорошо, так что уже в ближайшее время спасатели отправятся к отролировать район промысла. Ведутся сейчас переговоры и о создании российской базы спасателей на Шпицбергене. Вопрос острой стоит, конечно, в финансировании, но надеюсь, что правительство, понимая, осознавая всю политику нашу, окажет нам содействие в том, чтобы база была создана. Если проект реализуют, то промысел в Арктике станет еще более безопасным. Кирилл Коган, Бетришутос, Вести Мурман.